приветствую вас друзья недавно говорил что давно не было аукционов и вот пожалуйста аукцион на понижение 7 июня начинается в 19.00 мск вечером и до 22 00 мск такой вот получается коротенький у нас аукцион всего три часа длится интересно всем ли удобно в одно время 3 часа поучаствовать в этом аукционе возможно надо делать аукцион разделенный на две части чтобы один был для одного прайм тайма удобнее а другой для другого но это уже другая история имеем что имеем снова запустили тут какой-то длинный таймер теперь на нем 194 часа 55 минут на момент когда я записываю видос что это вообще за аукцион на понижение у нас будет 250 японских тяжелых прем танка 8 уровня карачун с уникальным 3d стилем половину машин можно будет купить за золото половину за кредиты лоты за золото и кредиты будут чередоваться такой аукцион у нас уже был на вазе 111 цилинь это принципе тоже самое у нас будет какая-то стартовая цена но она будет не минимальная а максимальная и будет падать вниз тот кто первый купит танк тот его и получит после того как кто-то купит танк цена снова вернется в изначальное положение в самую высокую свою точку и опять пойдет вниз то есть что нам нужно просто ждем пока цена упадет до приемлемой которая нам понравится и если до нас никто не успеет выкупить то просто нажимаем кнопку купить и все и танк наш за сколько он будет продаваться пока не понятно и видимо узнаем когда стартанет этот аукцион я думаю что карачун за золото будет не особо актуален а вот за серебро танкисты набегут любую парашу купят за серебро даже танк который не едет или не стреляет пойдет они там расскажут как он классно фармит и какой он крутой за серебро и в трейдин его потом можно будет сдать и в линии фронта в принципе на любом танке можно играть поэтому за серебро берем любое при том что карачуна можно было уже получить миллион раз и видим что даже при том что у карачуна есть задача на получение голды все равно на нем никто в рандоме не играет вообще их не видел уже давным-давно даже после того как танчик об 0 и даже при том что он приносит золото каждый день все равно на нем никто не играет также нужно учитывать что танков всего лишь 250 это настолько мизерное число это настолько мало что этот аукцион якобы оправдаются эти танки разберут поскольку их настолько мало что еще и цена будет максимально высокая я уверен что танки будут очень дорого покупать поскольку их вообще почти нет мало того что их всего 250 так еще и делим это на 2 половина за золото половина за серебро то есть вам всего лишь 125 танчиков за серебро дадут купить я уверен что их выкупят за очень большие суммы поскольку это очень мало на тот онлайн который есть в танках 125 танчиков это просто пшик эта капля в море хоть не по 5 танков раздают уже на этом спасибо поэтому грубо говоря искусственно уже завышенная цена будет поскольку танков чрезмерно мало это очень элементарно если товара очень мало спрос большой то цена растет если товара сильно много а спрос маленький то цена падает вот мы видим что товара очень мало спрос на прям танки за серебро будет большой соответственно цена будет завышена очень сильно. Это очевидно. Также здесь будет еще какая-то мини-игра. Можно будет бесплатно принять участие в новой мини-игре и получить шанс припарковать в своей мангаре японский премтанк 8 уровня Карачун с уникальным 3D стилем. В этой мини-игре нужно будет угадать ставку, которая появится рядом со словом помощь в правом верхнем углу экрана за несколько часов до старта аукциона. Задача вписать в специальном окне сумму, за которую, как вы считаете, будет продан лот и нажать кнопку угадать ставку. Ставку можно вписать до старта продажи каждого лота один раз. Короче, кто будет ближе к той цифре, за которую будет продан очередной лот, тот получит баллы. Каждая выигрышная ставка принесет 1 балл. Обладатели максимального количества баллов ждет приз. Между ними будет разыграно 25 танков Карачун с 3D стилем чудище заморское. Вау, 25 штук! Нифига себе! Вот это да! Вместе с этим 3D стилем будет выдан доступ к особой боевой задаче. Попав в топ 10 по опыту своей команде в случайных боях, вы получите случайное количество игрового золота. Мы уже в принципе знаем, это легендарное количество золота, это каждый день по 5 золота. Иногда по праздникам 10, в принципе больше золота я на нем никакое никогда и не получал. Там есть конечно люди, у которым выпадало больше 10, но у меня вот обычно было 5-10. Причем 10 это реально на праздник какой-то, раз в 100 лет. Эта задача выполняется один раз в сутки. Начисление призов за мини-игру будет произведено в течение трех суток после завершения аукциона. Итого у нас получается 125 карачунов в 3D стиле за золото, 125 за кредиты и 25 бесплатно за мини-игру. Мы видим, что аудитория не особо оценила этого карачуна, даже при том, что он фармит золото, поскольку в рандоме их нет вообще. При том, что это прем танк, вроде как апнут еще, фармит там серебро типа, в 3D стиле там всяком костями своими там трясет. Поэтому события ну такое себе. Если у вас нет карачуна и у вас есть свободное время, в принципе можно зайти посмотреть там вдруг вам попадется танк за маленькую сумму, но если подумать логически, то танк будет продаваться очень дорого, поскольку их почти нет. Поэтому сидеть время тратить на вот это вот событие, ну такое себе, поскольку ну если у вас нету огромной суммы серебра или золота, вряд ли вы что-то получите, поскольку танков настолько мало, что их скорее всего будут разбирать за большие суммы. За золото я не уверен, не знаю кому он нужен этот карачун, при том что его уже далеко не первый раз можно получить, но за серебро точно он будет уходить дорого. Я лично не брал бы этот танк для игры, не сильно понимаю зачем он нужен сейчас. В нынешнем рандоме на нем играть будет супер тяжело, после всех переапов танков. Там есть очень много сильных прим танков и прокачиваемых, а внизу списка я вообще не знаю, ну это просто кусок, который будет кормить кого-то уроном, все. Для коллекции уже сами там решайте, коллекционеры это люди которых не понять, если оно вам надо, ну берите. Я бы честно говоря, отталкиваясь от своего опыта игры, не брал бы этот танк, разве что бесплатно, и то я бы на нем не играл бы, если бы у меня был бы какой-то другой нормальный танк, потому что а зачем? Зачем мучиться, если можно не мучиться? На этом у меня все, пишите свое мнение в комментариях, с вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok